здравствуйте сегодня мы с вами поговорим о том нужно ли прижигать эрозию или нет я сухача анастасия врач акушер гинеколог врач гинеколог эндокринолог и сегодня мы с вами обсудим именно эту тему потому что наверное эти вопросы задавалась каждая женщина и после осмотра гинеколога 80 процентов так точно слышали диагноз у вас эрозия давайте разберемся что это и нужно ли ее прижигать и так эрозия на самом деле это рана это такая язвочка да на шейке матки которая бывает вследствие там травматических повреждений или еще каких-то воздействий но на самом деле то что в большинстве случаев называют эрозией это называется эктопия цилиндрического эпителия то есть это вариант нормы который мы видим и прижигать коагулировать замораживать или еще что-то это нет в этом необходимости потому что это норма это вариант нормы в каких же случаях необходимо это делайте необходимо лечение шейки матки только в том случае если у вас выявлены признаки дисплазии шейки матки каким образом мы можем установить это путем проведения цитологии это обязательно то есть цитология показывает нам клеточный состав шейки матки далее проведением теста на вирус папилломы человека потому что нет онкологии шейки матки без вируса папилломы человека если он присутствует в организме женщины значит он повышает риск развития патологии шейки матки и следующий вариант это проведение кальпоскопии когда мы визуальном видим измененные участки и с ней берем биопсию только после этого если нам биопсия подтвердила дисплазии только после этого назначается какое-либо лечение шейки матки до этого момента мы ничего не коагулируем не прижигаем не замораживаем и вообще не трогаем шейку матки то есть у вас может быть эктопия длительное время вас не будет при этом дисплазии у вас нет вируса папилломы человека у вас нет никаких изменений по кальпоскопии и это является вариантом нормы который вы можете спокойно наблюдать со своим кинекологом я надеюсь что эта информация была для вас полезной подписывайтесь на мою страничку и вы узнаете много интересного о женском здоровье спасибо большое за ваше внимание до новых встреч